В эфире новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В день семьи, любви и верности глава Ленинского городского округа Алексей Спасский поздравил Читу и Васько, которые живут в браке 55 лет. Подвиг такой житейский, хороший, гражданский подвиг. Отличный пример для каждого живущего. На московском коксогазовом заводе модернизируют оборудование, чтобы минимизировать вредные выбросы в атмосферу. Все перемещения сырья либо продукции проходят у нас по закрытым транспортерам. Ведновчанка Дарина Моздюк станет первой россиянкой, выступающей в турнирах UFC, крупнейшей спортивной организации, специализирующейся на боях по смешанным единоборствам. Хочется туда поехать, потому что это новая страна, новые люди, новые знакомства. То есть это будет очень интересно и там, самое главное, другой уровень, не то что в России. 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В честь праздника глава Ленинского городского округа Алексей Спасский поздравил Читу и Васько, встречавших в этом году изумрудную годовщину свадьбы. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Алексей Петрович, очень приятно. Ведновчане Александр Владимирович и Алла Андреевна и Васько отметили изумрудную свадьбу еще в начале года. 55 лет совместной жизни встретили скромно по-семейному. И вот во Всероссийский день семьи, любви и верности их пришел поздравить лично глава муниципалитета Алексей Спасский. Подвиг такой житейский, хороший, гражданский подвиг и отличный пример для каждого живущего. Дай Бог вам еще сто лет прожить, еще отметить много-много таких вот юбилеев. Спасибо. Ну а дай Бог вам оставаться примером. Глава муниципалитета вручил юбилярам памятные подарки, а радушные хозяева пригласили дорогого гостя на чай и рассказали историю своей семьи. Александр Владимирович и Алла Андреевна познакомились на танцплощадке в парке Горького в Ростове-на-Дону. Тогда они оба были студентами. Он учился в институте машиностроения, она в Ростовском университете. Стояли с товарищем, она подходит, я глянул, вроде бы симпатичная девчонка. А мне понравился его взгляд. Взгляд был такой теплый, ну хороший взгляд. Поженились в 1965 году. Свадьба была скромной, говорят юбиляры. Вскоре родилась дочка и семья переехала в Ступино, куда Александра Владимировича направили работать в конструкторское бюро. Там он дослужился до ведущего инженера. И тут я обнаруживаю, что тут строится завод. Я заглянул в дирекцию строительства завода. Офис был рядом с Красной площадью, там вот где, за ГУМом. Туда зашел случайно. И меня зафиксировали. И через некоторое время пригласили. Так в 1970-м они оказались видным. Глава семейства устроился на завод «Мосметаллоконструкция», а Алла Андреевна – врачом-лаборантом на санэпидемстанцию. Уже через год молодой семье от завода дали квартиру. Вскоре родился сын. На вопрос о секрете семейного счастья супруги ответили, не задумываясь. Терпение, труд, уважение и не злобствовать, не помнить обиды. Не все время было. И помогать друг другу в трудное время. Мы очень глубоко уважаем друг друга, и я без нее не могу. У них двое детей и двое внуков. Заветная мечта супругов – дождаться правнуков. И судя по тому, что они совсем не выглядят на свой возраст, а главе семейства в прошлом году исполнилось 80, у них это обязательно должно получиться. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. На московском коксогазовом заводе регулярно модернизируют оборудование, чтобы минимизировать вредные выбросы в атмосферу и избавить жителей города Видное от неприятного запаха. Здесь постоянно ведется экологический контроль. Очередной рейд по заводу был организован специально для съемочной группы телеканала Видное ТВ. Подробнее расскажет Юлия Погосян. Московский коксогазовый завод – городообразующее предприятие, где трудятся тысячи сотрудников. На территории предприятия расположены производственные цеха, перерабатывающие уголь и выпускающие несколько видов продукции – кокс, смола и бензол. Производство повышенной опасности. Меры предосторожности здесь на первом месте. В частности, экологические. Все перемещения сырья либо продукции проходят у нас по закрытым транспортерам. То есть транспортер убран в галерею, либо под землей, либо над землей, где полностью не допускается пыление. На всех перевалках и других операциях, где происходит какая-то технология, связанная с углем или с коксом, у нас стоят специальные пылеулавливающие устройства, которые также не позволяют этой пыли выйти за территорию производства. На заводе 178 печей, где происходит непосредственный процесс коксования угля. Здесь все так же герметично, что исключает возможность попадания вредных веществ в атмосферу. Человек специально ходит, еще проверяет герметичность дверей. Если дверь где-то стала неплотна, то у него есть специальный изоляционный материал, которым он эти неплотности подбивает, чтобы никакого выделения разобразных продуктов из печи не было. То же самое происходит и с другой стороны, то есть печи с этой, с коксовой стороны, с машиной идентичной. Затем в соответствии с технологическим процессом полученный кокс отправляется в следующий цех. Здесь его тушат. От этого в небе над заводом появляется белый стол дыма. Это всего лишь пар, абсолютно безвредный как для природы, так и для человека. Один из важнейших цехов предприятия – цех улавливания газообразных продуктов. Некоторые жители Видного уверены, именно от него в городе порой стоит неприятный запах. Мол, сотрудники МОЗ Кокса по ночам отключают фильтры и делают выбросы газа. За машинным залом мы видим электрофильтры, которые служат для очистки поступающего на переработку коксового газа от туманообразной каменноугольной смолы. Если данные электрофильтры отключить, то данная туманообразная смола не попадет в атмосферу, она дальше пойдет через всю аппаратуру цеха улавливания и загрязнит нам все аппараты, что приведет к непоправимым последствиям. Поэтому данные фильтры работают непрерывно и имеют стопроцентный резерв на случай выхода одного или даже двух их из строя. Завод постоянно модернизируется. Последние годы его сотрудники занимались вопросом прекращения сброса в сточных вод в реку Купеленку. Завод с середины прошлого года прекратил этот сброс. Все стоки собираются, направляются на доочистку на очистные сооружения ливневых стоков, то есть отстойник, фильтрация системы, очищаются до качества, требуемое для повторного использования в производственном процессе. И мы их используем на заводе. Таким образом удалось почти полностью сократить количество использования новой воды. По сути, безотходный процесс. Сотрудники московского коксогазового завода уверяют, сейчас предприятия не наносят вреда экологии. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ирина Кошелева. Видно этого. В Подмосковье постепенно на смену свалкам и полигонам приходят современные комплексы по переработке мусора. Здесь охоты отбретают вторую жизнь. Один из восьми таких объектов КПО ДОН открылся совсем недавно. Именно сюда поступает мусор из почти десятка муниципалитетов, в том числе и Ленинского городского округа. О том, как прошел первый месяц работы предприятия, рассказали на экскурсии, организованной для журналистов. В их числе была и наша съемочная группа. Здесь враг не пройдет, это точно. Потому что сразу же срабатывает чувствительность очень высокая. То есть те 20 микрореген, которые вообще разрешены, допустимы, если чуть больше, рамка тут же срабатывает. Экологично и безопасно. Вот первое, что приходит на ум, когда оказываешься на территории мусороперерабатывающего комплекса ДОН. А еще здесь чистый воздух и нет никакого специфического запаха. Практически не ощущается он и в закрытых цехах. Стекло, органика, металл, пластик здесь принимают и сортируют все. Переработке подлежит почти половина поступающего мусора. Цикл простой. Сортировка, обеззараживание, последующий пресс, вторсырья. А вот пищевые отходы отправляются в цех компостирования, где благодаря термофильным бактериям они всего за две недели превращаются в технический грунт. На первой же неделе работы мы, в принципе, уже работали вполне как должны. Но, может быть, не в том объеме перерабатывали все отходы, да, принимали чуть меньше. Но выход был, в принципе, уже вполне такой, который он и должен быть согласно проекту. Отходы сюда поступают из десятка муниципалитетов, в том числе и Ленинского городского округа. Уже за первый месяц работы комплекс переработал целых 20 тысяч тонн мусора. Отличных результатов удалось добиться не только благодаря современному оборудованию, но и растущей культуре обращения с отходами. Сейчас уже многие люди не понаслышке знают о раздельном сборе мусора. В Ленинском районе очень хорошая динамика. И в Ленинском районе большое количество площадок мы оборудовали вторыми. Ерых устанавливается согласно нормативному количеству. Синие, когда мы начинали в 2019 году, изначально устанавливалось по одному контейнеру. Площадка, у которых выявлено большое накопление отходов именно сухих, вот отсортированных, устанавливается по второму контейнеру. Какие же товары обретают вторую жизнь благодаря грамотной работе с отходами? Да практически все. Одежда, игрушки, канцелярские принадлежности, спорттовары, бутылки и разнообразная упаковка. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. С 6 июля у кинотеатра «Искра» начала свою работу традиционная ярмарка. Видновчане смогут приобрести продукцию более 70 фермеров и индивидуальных предпринимателей из Ленинского городского округа и других регионов России по доступным ценам. Подробнее в нашем сюжете. Ярмарка – это всегда праздник, особенно после долгой самоизоляции. Конечно, она сегодня немного другая, чем раньше. Продавцы в перчатках и масках, нет популярных дегустаций, когда можно попробовать любой товар, отсутствуют привычные глазу очереди. На ярмарке у кинотеатра «Искра» организация торговых мест проведена с учетом требований о соблюдении социальной дистанции. Жителям такая форма торговли очень нравится. Мы ее также приветствуем. Наша задача, соответственно, поддержать организаторов в плане подсказать им, как правильно организовать, как правильно предусмотреть все меры безопасности со сложившейся ситуацией. Более 70 предпринимателей представляют на ярмарке свою продукцию. Стоит отметить, что почти половина из них из Ленинского городского округа. У Ольги Довгаповой семейная ферма «Свое подворье», расположенная недалеко от города Видное, в деревне «Спасские выселки». У нас курочки, уточки, перепелочки, различные яйца, яйца цесарок, павлинов, фазанов, индюшек. Все это мы сами производим, все это выращено собственными руками. Особой популярностью у видновчан пользуется клубника совхоза имени Ленина. В этом году мест, где ее можно приобрести, немного. Одно из них находится на ярмарке у «Искры». Продукция у нас хорошая, отличная. Покупатели довольны, ждут нас каждый сезон. Будет еще осеннее, еще вкуснее и вкуснее клубника. Очень вкусная. Было бы желательно, чтобы такая клубника была всегда. У Надежды Седуковой личное подсобное хозяйство в Чувашской республике. Видно, она приезжает уже четвертый год. Вместе с мужем они сами выращивают овощи, фрукты и ягоды. Также помогают реализовывать урожай соседей. Есть, конечно, не все грунтовое. Есть тепличные комплексы, потому что помидоры тепличные. А огурцы, вот, допустим, уже картошка и капуста молодая все. Это чеснок тоже уже в выкопки молодые идут. Баклажаны и перцы, конечно же, тепличные пока. Любовь Лукина предпочитает покупать овощи именно у Надежды. Любовь Александровна рассказывает, что приобретает самые популярные летние овощи – помидоры и огурцы. Они здесь всегда свежие и вкусные. Очень симпатичный продавец, очень вежливый. И все хорошее, главное, натуральное. Для сладкоежек представлен большой выбор бельевской продукции от фабрики старой традиции. Пастила, зефир, мармелад, смоква, кисель, хрустила – все это только из натуральных ингредиентов, без консервантов и сахара. Сладости изготавливаются по старинной рецептуре. Бельевская пастила запекается в русских печах по особым способам. И получается непревзойденная воздушная пастила. И полезные свойства сохраняются в течение всего года. Лето в разгаре и на прилавках огромный выбор фруктов. Представлены товары текстильной промышленности. Белорусский и Ивановский трикотаж, постельное белье, книги и украшения. Все по доступным ценам, которые ниже, чем в магазинах. Ярмарка продлится до 12 июля, а следующая пройдет с 20 по 26 июля. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Видновчанка Дарина Маздюк станет первой россиянкой, выступающей в турнирах UFC – крупнейшей спортивной организации, специализирующейся на боях по смешанным единоборствам. Сейчас спортсменка активно готовится к первому выступлению, которое скоро состоится в Абудабе. На тренировки побывала наша съемочная группа, чтобы узнать подробности. О чем мечтают девчонки? Ответов на этот вопрос множество, но наверняка самый редкий из них – выйти на бойцовский ринг. У меня началось еще в 15 лет, 2007 год, то есть чисто случайно увидела табличку, там восточное единоборство на здании, когда по дворам шли с подругой, и сразу побежали туда, потому что с детства росла она о фильмах с Жан-Клодом Ван Дамом, то есть постоянно все это смотрела. Девушка пробовала выступать в разных видах спорта. Она дважды КМС по карате и мастер спорта по стрельбе из винтовки. Пробовала себя и довольно успешно в бодибилдинге, но сейчас ее главная страсть – бои без правил. Если человек выступает на высоком уровне, то есть я никого не жалею. Полный ход идет тренировка, это самые жесткие, сами отчаянные. Если взять Дарина Маздюк, она полностью работает с парнями в спаррингах и так далее. То есть это полностью на равноправе. Год назад Дарина Маздюк подписала контракт с итальянским промоушеном, но все же это были соревнования не мирового уровня. Как только поступило предложение от менеджеров UFC, она без сожаления разорвала отношения с итальянцами, а тренировки стали еще более жесткими. В клубе «База» начала заниматься с прошлого года, с июня месяца. И, собственно, здесь уже пошли у меня профессиональные контракты с первой с итальянской компанией и сейчас уже подписали с американцами. Судя по всему, иностранные менеджеры заметили Дарину во время выступления на соревнованиях с экстравагантным названием «Битва за хайп», организованную российскими промоутерами. На одном из выступлений уже в первом раунде она отправила в нокаут мастера спорта по боксу. Минуты 11 первого раунда. Нокаут победила Маздюк Дарина. Поаплодируем их! Еще в одной битве Видновчанка одержала победу над соперницей, которая была вдвое тяжелее ее. И, согласно книге рекордов Гиннеса, обладала званием самой сильной женщины страны. Оба боя набрали более 13 миллионов просмотров только на YouTube. Единогласным решением судей победил боец в красном углу Маздюк Дарина. Таким образом, в России Дарина уже имеет определенную репутацию, но за границей будет выступать впервые. Если все сложится удачно, первый бой должен состояться через месяц в Абу-Дабе. Контракт со спортсменкой подписал известный менеджер, занимающийся продвижением бойцов смешанных единоборств Брайан Батлер. В нашей команде сейчас 8 чемпионов UFC, 2 чемпиона Беллатра и 2 чемпиона Инвикто. То есть это все его воспитанники, которых он продвигает и которыми он занимается. И на данный момент у меня контракт с ним. Хочется туда поехать, потому что это новая страна, новые люди, новые знакомства. То есть это будет очень интересно и там самый главный другой уровень, не то что в России. Дарина Маздюк станет первой россиянкой, которая принимает участие в соревнованиях такого уровня. Ее тренер уверен в подопечной. Воспитывать победителей ему не впервой, но все же за то, что Дарина будет выступать в профессиональной лиге, у него особая гордость. Я с чемпиона мира уже привел в город 14 золотых медалей, вот мои воспитанники. Но по профи только удалось ввести Дарина Маздюк и на профи на UFC, там где выступает вся элита мировая, там и Хабиб Магомедов и так далее из России. Но, конечно, профи это профи, здесь абсолютно безоговорочно лидирует. Многочасовые тренировки по 6 раз в неделю, строгая диета, жесткий график. И все это ради того, чтобы доказать, что с виду хрупкая, 28-летняя девушка способна на многое. И чтобы принести всемирную славу своему тренеру, клубу и городу. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.